Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я не люблю свою мать, она предала меня, когда мне было около 14 рассказов о моих чувствах этому парню. Какому этому? Я плакала, не понимая, что я испытывала, она думала, что утешила меня, говоря и спрашивая меня, правильно ли она поступила. Ещё она примерно в том же возрасте убила во мне всякую веру в то, что я смогу встретить достойного парня. Она постила слух, что у меня есть крутой парень с Москвой, что мы пили офигенное шампанское и просила, чтобы я поддерживала этот слух. Зачем? Вот и результат. Два мужа, один хлещ от другого. Сейчас у меня всё хорошо, я развелась и полтора года назад встретила настоящего мужчину. Сейчас я не испытываю у меня на достиг матери, но... Когда она пытается как-то влезть в мою жизнь, меня это очень злит. Сейчас я сразу же успокаиваюсь, но если она захочет что-то ещё добавить, а у неё очень громкий голос, ужасно не люблю, когда громко говорят, то вероятен конфликт. Она постоянно жалуется на меня первым попавшимся уху. Это невыносимо. Ей не нравится всё, что я делаю, как она сказала, что не надо было меня рожать. Как смеет она меня критиковать, но я 8 лет живу за свой счёт. Сама себя обеспечиваю, я мастер стату, пишу картины, в общем, нажаловалась. Ну, если говорить про ваш вопрос, именно вопрос, то она смеет вас критиковать, потому что считает, что она ваша мать и, соответственно, имеет праву. То есть очень многие родители, вот, в принципе, ну, так и воспринимают своих, значит, детей, вот именно вот в таком контексте, что имеют право их критиковать, имеют право там, ну, навязывать свою позицию, да, и как бы в этом смысле считают, что выполняют, наверное, свой родительский долг, вот, таким образом считают, что выполняют свой родительский долг, вот. Хотя это, в принципе, и не так, но ваша мама это не особо волнует, вот. Кроме того, мне кажется, что она пытается решать какие-то свои проблемы за, ну, за вас, получается, счет. Вот, и, в общем-то, на мой взгляд, на мой взгляд, получается, это у нее довольно-таки неплохо. То есть у нее вот, ну, к сожалению, довольно неплохо получается решать свои проблемы за ваш счет. Вот, ну, отчасти именно потому, что вы, ну, что вы позволяете ей это делать, вот. Отчасти потому, что вы на нее, скажем так, злитесь, вот. Ну, то есть у вас есть в ней некоторые чувства, вот. Не выражены некоторые чувства, не выражены, получается, вот. И этими, этими чувства она, получается, бессознательно пользуется. Вот. Ну, то есть вот, просто используют ваши чувства, как такой, знаете, заряд энергетический, да, энергетический заряд. Вот. Для того, чтобы, ну, как-то вот себя реализовывать, вот. То есть это вот, ну, вот, к сожалению, да, это очень вот похоже на такую вот модель поведения. Вообще говоря, эм, не особо имеет, эм, как мне кажется обсуждать вашу маму и говорить о том, эм, ну, какая она, да, и что она есть. Тем более, тем более, вот, эм, говорить о том, допустим, эм, ну, условно говоря, почему она, вот, эм, так. Поступила, да, в общем, эм, какое она, вот, как вы пишите, например, какое она про, э, имеет право, да, э, вас, эм, критиковать. Эм, ну, ну, допустим, вот. Эм, на мой взгляд, это, эм, никакого вообще смысла не имеет, вот. Эм, ну, имеет смысл, эм, то, что у вас осталась влезть, эм, вот, именно влезть у вас осталась, эм, получается. На, эм, вашего родителя. Эм, злость явно не, не выражена. Эм, вот. То есть, ну, есть такое ощущение, да, у меня, по крайней мере, что вы, вот, эм, по-преднему, эм, по-преднему, эм, воспитываете, э, какие-то чувства в этой ситуации. И это нормально, потому что, э, потому что, то есть, по-преднему, э, скажем так, описываете, это, э, действительно, э, такая довольно, э, ну, травматизирующая, э, э, ситуация. Вот. То есть, это, прямо, вот, на самом деле, э, травма. Вот. А травмы нужно проживать. Вот. В данном случае вы, как мне показалось, э, свои травмы не прожили. Вот. И, свою злость, свою злость до конца не выразила. Ну, ну, в итоге она осталась у вас, э, и отравляет вас, э, потихонечку. Вот. Э, я бы, в принципе, э, добавил бы, э, сюда, э, ещё, э, такой аспект, хоть вы, э, прямо об этом не говорите, э, вот, э, но, есть у меня такое ощущение, да, что, э, чувствуете, э, вот, э, но, есть у меня такое ощущение, э, вину перед мамой, э, вот, и то, что, вот, э, как-то, ну, не оправдали, не оправдали её, там, каких-то ожиданий, да, её каких-то надежд. Вот. То есть, э, вот, ваша злость – это история про, э, про стремление, э, защитить свои, э, личные границы. Вот. Ну, потому что мама их нарушает. Вы на это реагируете злость. А, ещё у вас есть, а, судя по тому, что вы описываете, некоторая неуверенность в себе, э, как, как мне видится, э, связано это с чувством страха. Вот. То есть, вот, ну, вот, то, что вы э, боитесь, или то, что вы не любите, когда громко, громко говорят, да, вот. То есть, это, вот, связано, как раз, с тем, что, вероятно, вы себя начинаете ощущать, э, ну, как-то, вот, э, сильно, ну, сильно, сильно хуже. Э, вот. Появляется какой-то страх. Ах, например, например, может быть страх того, что, а, ну, что вас, э, захотят, э, подавить, например. Да. Ну, вот. Ну, то есть, просто, вот, будут стараться вас подавлять. Вот. А что такое подавление, да? Подавление – это история про то, что вместо меня, да, вот, ну, условно говоря, вместо того, чтобы разместить себя, э, ну, что-то свое, э, во взаимоотношение, э, с человеком. Вот. Э, я позволяю, э, другому, э, человеку, э, себя размещать. А, про себя, э, я вот, как-то забываю. Забываю, не обращаю внимания, пренебрегаю собой. Вот. И, соответственно, мне это не нравится, да, мне это неприятно. Вот. А, меня это может как-то страшить, как-то, ну, страшить, да, меня это может как-то, вот, э, ну, даже, даже, злить. Вот. И, вот, как мне видится, э, э, вот эта вот, вот эта угроза, э, которая, ну, которую, точнее, вот, э, вы чувствуете, э, от своей мамы, да, вот эта угроза, которую вы ощущаете, вот, она и, э, является причиной вашей, э, злости на нее. Вот. И, ну, э, то, что вы злитесь и то, что вы, э, чувствуете угрозу, это нормально. То есть, в этом, э, в этом ничего, э, такого ужасного нет. А вот, э, то, что вы можете делать с, э, этой угрозой, да, что, ну, то, как, то, как вы, э, могли бы, э, вам обращаться, э, с этой угрозой, вот, э, это уже момент, то есть, как бы вы могли обходиться, э, с тем, что, э, ну, вот, что вам, э, кажется, видится, вот, то, что, есть какая-то, э, угроза. То есть, это же вопрос, э, вопрос, по сути, э, получается, вашей, э, неуверенности в себе. А вот вопрос, вопрос, э, вопрос, э, того, что, э, где-то вы, ну, проседаете. А вот, то есть, проседаете именно по размещению себе, вот, понимаете, да, какая штука. Вот, поэтому нужно, э, как мне кажется, э, э, посмотреть, э, что вы, вот, себе, э, склонны, зажимать, а, вот, какую часть, а, ну, вот, свою эмоциональную, вы, склонны, а, подавлять, а, вот, и, тогда уже, я думаю, э, ну, как-то вот, э, э, ситуация будет, э, для вас, легче, потому что, ну, понятно, э, наверное, понятно, и очевидно, э, что, э, маму не изменится, да, вот, она, так, привыкла, она, так, и будет, э, э, с вами, э, скорее всего, э, э, с вами, э, ну, взаимодействовать, вот, потому что, по-другому не умеет, а вот вы, когда, э, э, откликаетесь с, э, слостью, например, э, тревожностью, например, э, чем-то еще, например, э, вот, э, вы, э, в этом смысле, получается, э, демонстрируете маме то, что, э, в принципе-то, она, э, права, то есть вы ей, вот, э, даете, э, какое-то, ну, э, скажем так, э, подтверждение того, что, вот, то, что она делает, да, она делает правду. Потому что вы на этом эмоционально эмоционально Реагирует, она видит, видит то, что вас это как-то задевает, она видит, что вы на это откликаетесь и соответственно на это откликаете, значит, для вас это важно. Мама ваша может быть в принципе убеждена в том, что, к примеру, так о вас нужно заботиться. Ну просто вот она, вот она может так считать. И всё как бы, и с этим вы ничего не поделаете. Вот, к сожалению. Поэтому вот какая-то такая история. Я думаю, что одним из таких важных ключевых моментов заключается в том, чтобы вы, ну, позволили бы себе прожить вот те чувства, которые у вас ещё остались. Вот. То есть именно, ну, именно прожить их, да, как бы. Потому что это больно, потому что до сих пор это имеет значение. Вот, потому что до сих пор чего-то вы, получается, ну, ждёте от своей мамы. Вот. Вот. То есть, ну, до сих пор чего-то вы ожидаете от неё. И просто это вот в, ну, в никуда просто это по сути идёт, к сожалению. Вот. Поэтому я думаю, что вам нужно обратить своё внимание на это. Вот. Вот. Сделать это можно, там, психологом, вот, то есть, ну, именно, вот, ну, поработать с мыслями. С теми моментами, да, с теми аспектами, которые я обучил. Вот. Можно со специалистом, вот, специалист вам поможет те чувства, которые у вас осталось прожить и обратить их в какой-то новый опыт. Вот. На этом, в принципе, я думаю, можно закончить мой ответ. Вот. Я надеюсь, что вам это было как-то интересно и полезно. Вот. Надеюсь, что помог вам. Хочется пожелать вам всего самого доброго. Хочется пожелать вам удачи. Вот. Хочется пожелать вам успешного разрешения ситуации. Вот. Хочется надеяться на обратную связь. По моему ответу, потому что обратная связь могла бы стать началом таким формирования базовых постулатов для психотерапии. Вот. Ну, то есть, чтобы вы вот через-через обратную связь сформировали направление для своей психотерапии. Всего вам, самого доброго, удачи! Удачи! Псals! Субтитры это уже закинул!